МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В начале выпуска об автозимнике на Усинс, как сообщили в диспетчерской службе Наринмарского ДРСУ, ледовая переправа с сегодняшнего дня открыта только для грузового транспорта с полным приводом. Ограничение на движение по временной трассе связано с продолжающимися снегопадами и метелями на территории Ниньского округа. Напомню, автозимник закрыли еще накануне. Практически весь вторник там наблюдалась. Нулевая видимость решения об открытии движения для внедорожников и легковых автомобилей будет принята, исходя из погодных условий и дорожной обстановки. Добавлю, актуальная информация о состоянии переправы размещена на специальном электронном табло, расположенном на выезде из поселка Искателей. Другим новостям в региональном Роспотребнадзоре рассказали, сколько штрафов было выписано в прошлом году местным компаниям и предприятиям за некачественную молочную продукцию. Общая сумма – 185 тысяч рублей. Так, в 2018-м сотрудники контролирующего ведомства провели 13 проверок в отношении бизнесменов, производящих и продающих так называемую молочку. За 12 месяцев специалисты посетили два цеха, семь общепитов и 14 торговых точек. В итоге было забраковано 33 партии молока и молочной продукции общим весом 81 килограмм. Причина – нарушение сроков хранения, требование маркировки, отсутствие товарно-сопроводительных документов. Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, изъята из обращения и уничтожена владельцами в добровольном порядке. Таким образом, по результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Ведомство вынесено 8 предупреждений и 16 штрафов. Идем далее. Традиционные гонки на снегоходах Буран-Дэй в этом году состоятся 9 марта. Еще одни соревнования, но уже на оленьях у пряжках семейных от Мерета, намечены на 23 марта. Даты проведения двух весенних спортивных праздников утверждены на расширенном заседании организационного комитета. Оба мероприятия пройдут на Качгартинской курье. Подготовка трассы для гонок на снегоходах начнется уже в ближайшее время. Ее длина, согласно регламенту состязаний, должна составлять чуть более 1 километра. Накануне стартов состоится свободная тренировка и жеребьевка, в ходе которой участники будут разбиты по отборочным заездам. А за несколько дней до проведения соревнований участникам будет предоставлена возможность опробовать трассу на своей технике. Традиционно участникам гонок предстоит бороться за победу в двух классах. Это бураны, свободные в первом участнике. Подразделяются на четыре группы. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, юниор от 18 до 25, женщины и ветераны. В свободном классе снегоходов участие могут принять как мужчины, так и женщины старше 18 лет. Между тем, для гостей главного спортивного праздника Ненинского округа предусмотрена обширная культурная программа. По информации профильного ведомства, учитывая тот факт, что 2019 год объявлен в России годом театра, в зоне отдыха людей ждут представления уличных театров. Также будет организовано катание на снегоходах и оленях упряжках для взрослых и детей, уличная торговля, выставка продажа сделана в НАО, дегустация блюд Ненинской кухни, вкус Артики и многое другое. Итак, напомню, гонки на снегоходах в столице региона пройдут в субботу 9 марта. В регионе продолжается подготовка к северному завозу 2019. Так, на днях основной поставщик энергоресурсов компания «Севержилкомсервис» завершил процедуру электронных торгов на доставку дров по реке в населенные пункты округа. Помимо прочего, объявлена закупка на перевозку каменного угля из Республики Коми и Архангельска в поселке Заполярного субъекта. Что касается торгов на поставку дров, то их выиграл предприниматель. Как сообщил заказчик, в целом дрова будут завозить в населенные пункты морским и речным путями. Общий объем составит чуть более 10 тысяч кубических метров. Каменный уголь в рамках опережающего завоза также будет поставляться двумя путями. Победитель закупки, объявленной в настоящее время, доставит по реке порядка 7 тысяч тонн этого твердого топлива. Еще 17,5 тысяч тонн угля завезут по населенным пунктам региона по морю. Всего же в 2019-м Севержилкомсервис в рамках опережающего завоза планирует закупить 11,5 тысяч тонн дизельного топлива, масел и смазок. Напомню, морская навигация традиционно завершается позднее речной, однако доставить стратегические грузы по морю стараются успеть до начала сезона штормов, который начинается в середине сентября. Сроки предоставления и перерегистрации жилых помещений гражданам будут сокращены до двух месяцев. Ранее они составляли полгода и более. Соответствующие поправки в действующие законопроекты рассмотрели депутаты и представители профильного департамента на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Принимаемые поправки в законы Неницкого округа, регулирующие порядок и очередность предоставления жилых помещений и нуждающимся категориям, призваны сократить сроки перерегистрации и сроки принятия гражданами решения на получение жилого помещения. Срок предоставления документов составляет на сегодняшний день два месяца. При наличии документов, подтверждающих нуждаемость, гражданин в жилом помещении подготавливается распределительнах предоставления жилья в порядке очередности. В соответствии с указанным документом, гражданину предлагается выразить согласие на получение жилья не позднее шести месяцев. Это в рамках 702-го закона и два месяца в рамках закона округа 10-го. То есть по факту по 702-му срок с учетом перерегистрации и выявления жилого составляет 8 месяцев и по 10-му 4 месяца на сегодняшний день. Таким образом, проектам предлагается сократить срок принятия решения гражданами, получаемые предлагаемые уже для одного месяца. В сообществе со сроком перерегистрации это будет составлять чуть больше двух месяцев. Также данным законопроектам предусматривается возможность при отказе гражданинам от жилого помещения предоставить его следующему по очереди. Кроме того, он предлагается закрепить допустимые нормы превышения квадратных метров на семью. Они составят не более 14. В региональном парламенте под председательством Максима Арбузова обсудили оповестку предстоящей сессии, на которой рассмотрят 26 вопросов. Спикер окружного парламента Александр Лутовинов представит информацию по деятельности собрания депутатов Ненинского округа за 2018 год. Также народные избранники заслушают отчеты о деятельности местного управления МВД и счетной палаты за прошедший год. Вице-спикер собрания депутатов Матвей Чупров представит два обращения в правительство России, касающихся предоставителей коренных народов Севера и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в региональном парламенте рассмотрят законодательные инициативы, с которыми выступили администрация округа, Наринмарский городской совет, Совет депутатов муниципального образования Приморско-Куйский светсовет и прокуратура. Между тем, на повестку сессии вынесены вопросы, которые касаются социальной политики в регионе. Также парламентарии обсудят поправки в бюджет на текущий и плановый период 2020 и 2021 годов. Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте окружного собрания и на телеканале «Север» в четверг, 14 февраля, начало в 10 часов. В школах региона, как и во всей стране, сегодня прошло итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Это испытание введено для них как обязательное с наступившего учебного года. Его успешное прохождение будет являться условием допуска к государственной итоговой аттестации после окончания девятого класса. О том, как проходили собеседования по русскому языку на Ринмарске школьники, расскажет моя коллега Ольга Руссул. Даниил Максимов, как и большинство девятиклассников по всей стране, сегодня спешит на собеседование по русскому языку. В округе итоговые испытания по этому предмету проходят более 600 школьников. Собеседование введено в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи у школьников. Диана Кузьмина, в отличие от своего одноклассника, побороть волнение не может. Несмотря на хорошую подготовку, все равно переживает за результат. Я попросила у ученицы по русскому листочки для подготовки к экзамену. Сидела дома, читала, пыталась пересказывать. Участникам итогового собеседования было предложено выполнить четыре задания. Чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Отличница Вероника Смирных испытание прошла, но эмоции пока ее не отпускают. Было несложно, но было очень страшно. И такие эмоции немного так, что как будто ты не сдашь и тебя не допустят. Я не уверена, что я сдала, но я на это надеюсь. Это довольно сложно, напряжно. Но когда выходишь, кажется, что это уже было просто и ничего такого сложного в этом не было. Но на самом деле перед этим ты очень волнуешься, тебя сильно трясет, тебе страшно. Ты думаешь, что ты не сдашь, и все, и твоя жизнь пойдет на дно из-за этого. Но после того, как ты выходишь, кажется, что все было не так уж и плохо, и, возможно, жизнь после экзамена есть. Предлагаемые на собеседование тексты опираются на личный социальный опыт школьников. На выбор дается три темы, ориентированные на различные типы речи. На выполнение работы в среднем 15 минут. На мой взгляд, это очень интересное задание. Дети справляются с заданием достаточно успешно. Это экзамен очень интересный. Он введен совсем недавно. Проверяются или оцениваются коммуникативные умения ученика, которые сегодня ему очень нужны. Оценивается собеседование по системе зачет-незачет. Итоги будут известны не позднее 19 февраля. Для получивших незачет или не явившихся на собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные дни сдачи 13 марта и 6 мая. Ольга Русл, Вадим Носкин, Телеканал Север. Поделиться проблемами и задать интересующие вопросы член Совета Федерации от Ненецкого округа Рима Галушина завтра, 14 февраля, проведет личный прием граждан. Обратиться к сенатору жителей региона смогут с 17 до 19 часов. Место встречи – региональная общественная приемная председателя партии «Дина России» Дмитрия Медведева. Напомню, она расположена по адресу улица Смедовича, 20 кабинет 226 здания Дворца культуры Арктика. Предварительная запись на прием уже открыта. Сделать это можно по телефону 4-33-16. Добавлю, интересы жителей Ненецкого округа в Совете Федерации Рима Галушина представляет с сентября прошлого года. В Верхней Палате сенатор входит в Комитет по науке, образованию и культуре. Маленькими шагами в большое будущее идут юные робототехники. В Наринмаре на днях впервые состоялись соревнования по робо-сумо. В основе традиционные японские единоборства, где противники пытаются вытеснить друг друга за пределы ринга. Подробнее в следующем сюжете. Роботы-сумоисты работают полностью автономно. Борьба идет на очерченном ринге. Задача умной машины, во-первых, найти противника, во-вторых, вытолкнуть его за пределы круга. Техническая разработка Алексея Куделина в этом раунде оказалась лучше. Ну, преимущество моего робота, потому что вот эти вот детали, они как бы лежат на полу, и детали, ну, робот противника заезжает на них, и можно спокойно его вынести из-за поля. Ну, вот я решила так вот сделать, и вот это хорошая стратегия была. Кроме того, что роботу полагается быть достаточно мощным и динамичным, он не должен отходить от соревновательных стандартов. Все машины собраны из блоков «Лего», габариты не превышают 25 сантиметров, вес не более килограмма. Как и в спортивных единоборствах, соперники проходят контрольное взвешивание. Несмотря на простоту правил создания механических сумоистов, задача не из легких. Но ребята из кружков робототехники, а в сегодняшних соревнованиях участвуют сразу три таких объединения, справляются с этим на отлично. Можно было два вида робота сделать из гусениц, чтобы гусеницы у него были, крутились, и из колес. Я выбрал из колес. Я делал не один, а со своей командой. Есть два датчика. Светом, когда он заезжает на черную линию, он отъезжает назад. И датчик, который крутится и видит соперника, и едет на него. Илья занимается разработкой технических систем в поселке Красное. Начинающих инженеров из этого кружка хорошо знают в конструкторском бюро Нарьинмара. Организаторы мероприятия отмечают, что вне зависимости от результатов, ребята очень серьезно подходят к делу. Вот и сегодня команда, что называется на ходу, программирует одного из роботов. Умение работать со схемами и чертежами – одно из направлений робототехники. Детей, которые могут и любят конструировать, их не меньше, чем поют и танцуют. А у нас соревнующихся детей среди поющих и танцующих – десятки, сотни. Не менее должно быть и среди детей-конструкторов. До этого мы проводили соревнования более легкие – езда по линии, выталкивание баночек. И вот теперь уже роботы начинают друг с другом соревноваться. То есть соревнования мы планируем все более зрелищные проводить. Интересных моментов хватает и сегодня. Участники подбадривают своих роботов, которые то вальсируют по кругу, не желая сдавать позиции, то буквально выносят противника за пределы ринга. В силу робота и так-то ровно. Надеешься на победу? Ну, думаю, да. Соревнования проходят по олимпийской системе, на выбывание. Лучшим стал робот Михаила Сметанина. О главном качестве своего электронного друга Миша говорит, не задумываясь. Скорость. У него есть определенная скорость, и он по этой скорости действует. И с помощью датчика света он останавливается на линии, а с помощью инфракрасного датчика видит соперника. За основу этого робота мы брали и другие роботы из других соревнований. Впереди у ребят более серьезные турниры. Следовательно, лего-машины станут еще умнее. А через неделю юных техников ждут очередные мини-соревнования по пилотированию квадрокоптеров. Екатерина Ворончихина, Сергей Качегов, телеканал «Север». В Денисском округе появился ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Его миссия организовывать и курировать волонтерское движение в регионе. Вновь созданная структура функционирует на базе регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. С работы волонтеров познакомился Олег Сахаров. Ему слово. Волонтеры Победы – это всероссийское общественное движение. В их числе и порядка 50 добровольцев из нашего региона. Парад Победы и Бессмертный полк – основные мероприятия, в которых принимают участие волонтеры. Они же проводят в округе всероссийские квесты, такие как блокада Ленинграда, Сталинградская битва и Курская дуга, а также традиционную акцию «Красная гвоздика». Ее главная цель – сбор средств на помощь местным ветеранам Великой Отечественной войны. Навещаем наших ветеранов, ходим к ним в гости, если нужна какая-то помощь, по дому. Приходим просто пообщаться, попить чай, поздравить с праздниками. Последние годы число активных людей и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, растет. Неудивительно, что и на правительственном уровне и волонтерскому движению уделено большое внимание. По поручению президента России была разработана концепция развития добровольчества до 2025 года, которая дает ряд поручений органам исполнительной и законодательной власти во всех регионах страны, а также была поставлена задача создать ресурсный центр на добровольчество в субъектах России. Ненецкий округ не стал исключением. Организация призванная курировать волонтерское движение в регионе, помогать волонтерским объединениям, добровольцам, собирать реестр, базу данных формировать, реализовывать образовательные программы, проводить мониторинг, исследования различные, связанные в сфере добровольческой деятельности. Сейчас центр активно разрабатывает план работы. В ближайшее время планируется провести реат акций. 14 февраля – Международный день книгодарения. Будет организован сбор литературы для передачи в социальные учреждения. 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Волонтеры проведут интерактивные занятия в Ненецкой коррекционной школе. Также с 21 февраля добровольцы будут помогать в строительстве снежного городка на Бурандей. С 20 февраля по 20 марта у нас открыт прием заявок на окружной конкурс волонтерских программ и проектов, в котором могут принимать участие граждане от 14 до 30 лет, имеющие официальную регистрацию на территории округа. Они пишут проекты социально ориентированные, и сумма поддержки у нас составляет до 30 тысяч рублей. По итогам прошлого года добровольцами Ненецкого округа проведено более 500 мероприятий. В них приняли активное участие более тысячи человек. Олег Сахаров, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.